Гуляешь где-нибудь по Берли-Хиллз, неважно где, и ты видишь, типа, однополые пары, да? Ты начинаешь думать, типа, блин, а так было можно? Когда ты это понял про себя, тебе не стало страшно? Мне стало эбско-отвратительно. Если бы у меня был физический выбор, вот, я, не знаю, как в игре, я выбираю, там, соединение с женщиной или с мужчиной, я бы выбрал женщину. Вообще, энергия женской вагины, это просто жесть какая мощь. Все бесконечно ищут себя, мне это так бесило, кто я, а что я, а я же не хочу этим заниматься. Сейчас время, вот это осознанность, инстаграм, деньги, вот это все, оно настолько, типа, срывает крышу всем, что рился, просмотр, и все это, оно уничтожает людей. Друзья, всем привет, меня зовут Лена Плотникова, и вы на моем YouTube-канале, где я продолжаю исследовать тему отношений, психологии, различных практик, вместе со своим другом, харизматичным соведущим Сергеем Харкушей. И сегодня мы хотим поговорить на тему проявленности, поэтому мы с Сережей пригласили в гости Влада Ларвина, фотографа, которого знает не только Лос-Анджелес, но, мне кажется, что и вся эта страна. Влад не так давно признался, что он открытый гей, сказала бы, что он достаточно смело, и поэтому нам, мне захотелось поговорить на тему открытости, проявленности себя и такой честности. Сегодня мы поговорим на тему проявленности. Для меня проявленность – это то, что ты должен во все моменты своей жизни делать то, что ты хочешь. А для того, чтобы понять, что ты хочешь, нужно принять себя и уже от этого идти в то, что тебе хочется делать. Поэтому мы сегодня с нашим гостем уже обсудим эту тему, прям глубоко раскопаем, поймем вообще наши позиции, как мы проявляем себя, как мы принимаем себя, насколько, и попробуем разобрать эту тему прям комплексно, чтобы вы после просмотра ушли с каким-то инсайтом, надеюсь, и ходили, рассказывали друзьям о том, что это крутое видео, ставили комментарии нам и, собственно, ждали следующее видео. Да, я думаю, что у нас такой герой яркий, и я думаю, что он у некоторых людей будут тригерить темы, о которых мы сегодня говорим. А если вас тригерит, то вам не то, что нужно выключать, вам нужно досмотреть и пересмотреть это видео, еще раз понять, почему вас что-то зацепило, чтобы разобраться в себе. Ну, мне так кажется, потому что, когда я даже с Владом говорила в частной беседе, меня какие-то вещи триггерили, поэтому, собственно, мы сегодня записываем. Ну, тригер это что? Тригер это, когда человек делает что-то, что ты себе не позволяешь, в мое видео, да? Ну да. И тогда тебя бесит, ты не понимаешь, что, блядь, что-то он меня бесит, и все. А если ты, как бы, начинаешь это осознать, понимаешь, блин, так я тоже так хочу на самом деле, вот, я осознанно, я тоже хочу, вот, не знаю, одеваться как человек или говорить, или там где-то выступить. Ну, короче, делать что-то, что я себе не позволяю. Ну, ты уже не понимаешь сразу. Конечно, не понимаешь, в этом и кишка особенность. Ты думаешь, что за сука? Ну, какого черта она себя так ведет? И злишься на нее? Хотя по факту на себя. На себя, да. Давайте начнем, Влад. Вообще расскажи, до того, как ты вот так публично рассказал, у тебя будет достаточно большая аудитория, тебя очень многие ребята, по крайней мере в этом городе, от кого я слышу, тебя знают. Соответственно, ты мог понимать, что может быть очень разная реакция. Как вообще ты до этого себя чувствовал и почему ты решил открыться? Здесь такая история, на самом деле, у меня, в принципе, не было проблем, на самом деле, открыться, особенно для аудитории, которая в Америке. В принципе, я здесь никогда этого не скрывал. То есть какое-то мое окружение, клиенты, друзья, все окружение как бы знал. Для меня это было больше факт сделать это публично, потому что у меня очень много русскоговорящей аудитории, потому что я очень долгое время жил в России, соответственно, у меня аудитория со всей России, Европы, Азии и так далее. И этот вопрос больше был, наверное, для, как сказать, не то, что даже принятия себя, а больше быть честным с самим собой окружением. То есть у меня всегда был вопрос, почему, например, какой-то мой знакомый друг может выложить фотографию, что, не знаю, с своей девушкой или парнем едут куда-то отдыхать вместе и так далее. А мне приходится жить в каком-то вот этом пузыре, что я не могу этого делать, то есть я не могу быть полностью собой. То есть мне всегда приходилось контролировать то, что я выкладываю в сторис, то, что я выкладываю, не знаю, в Инстаграм. То есть мне приходилось как-то контролировать, не знаю, свой контент, что ли. Ну, то есть мне это не разница, что... Ну, это получается, что, типа, я вот в Инстаграме, я классный, хороший мальчик, я вам нравлюсь. Да, и для меня это вообще не свойственно, потому что я всю свою жизнь, то есть мой Инстаграм, если вы пойдете, там, на мой ленту, у меня, в общем, такое, все визуально. Но сторис у меня всегда просто трешня, веселье, то есть такое, какое есть на самом деле. И когда я, как бы, вступил в отношения, это очень важный такой момент, это мои, в принципе, первые отношения. То есть вообще, то есть у меня до моего уже дениха, у меня не было вообще, то есть серьезных отношений к ни с кем. То есть да, у меня были свидания, у меня не было никаких интимных связей, ничего вообще. То есть это мои вообще первые серьезные, вообще любые отношения. А можно сюда же дать вопрос? То есть ты сразу понимал, что тебе нравятся мужчины, или ты пробовал все-таки сделать с девушками сначала? У меня были одни отношения, единственные в России. То есть я вообще такой трудяга, который всю свою жизнь я убегал от себя, и для меня вообще не было понимания. Ну, Господи, какие-то друзья в отношениях. Зачем это вам нужно? Займитесь собой, будьте в творчестве в работе. То есть я осознанно, давайте скажем, мне сейчас за 6 до 22 лет, я всегда такой, я работаю. То есть у меня реально не было возможности в кино, у меня не было возможности связаться с друзьями. Я работал настолько, я реально, можно сказать, убивал себя работы. То есть у меня были огромные туры по России, по Европе, сразу с фотографии. Я открывал школу, не знаю, там, ивенты для мейкаперов. Пятое, десятое, у меня куча огромных. Открывал магазины. То есть я настолько себя закидывал работы, чтобы у меня, видимо, не было времени думать, а кто я, а что я, а почему я не хочу отношений, почему у меня их нету. Плюс еще заскочим как бы глубже, да, и поговорим на тему того, что когда я видел взаимоотношения своих родителей, у меня всегда был такой, у меня никогда не будет так же. То есть я не хочу так же, потому что у меня очень достаточно абьюзивная такая семья, скажем так, да, отец, у меня всегда была картинка в голове, я никогда не позволю себе жить такой же ситуации, как, например, создали мои родители. И, видимо, я себя так загнал максимально, у меня была работа, 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 работа. И, по сути, любовь, что было у меня, это любовь была моя аудитория, моих клиентов, то есть моих друзей, и все. Я блокировал, чтобы вы понимали, в России у меня не было ни одного свидания, у меня ничего не было, никакой интимной связи. Потом, когда я жил в Новосибирске, и у меня был, я открыл магазин, у меня работа стала девочком, модель, и я подумал, все, это любовь, я влюбился, это будет моя жена, все супер, потому что она действительно была, ну, она безумно красивая, споры нет, но что-то было не то, ну, вот просто, то есть меня не тянуло физически, я не понимал, что это, у меня не было, а может быть, а гея, а может быть, нет, у меня не было внутренней игры, у меня было непонимание, что не так, я думаю, блин, может быть, мне не суждено вообще быть ни с кем, просто, ну, не мое это, я должен творить, все должны быть вот где-то, где-то, но не с кем-то. И потом, получается, после этого я переехал в Америку, и у меня перевернулось все вообще наизнанку, потому что я переехал у меня ни одного знакомого, ни одного друга, полное вообще, тотальное одиночество, вся моя аудитория, все осталось в России. Я такой, что происходит? Кто есть я? Вообще, почему я здесь? Я всегда об этом мечтал. То есть, где-то с 13 лет у меня была мечта переехать в Америку. Я такой, кто есть я? Для чего я здесь? Я начал думать, 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 и пришел к какому-то познанию, типа, ну, вот, как ты, в Америке, да, все открыто, ты идешь на улице, здесь куча однополых, там, лесбиян, геев, кого угодно, трансгендеров, и здесь эта норма, я такой, а так можно? Ну, типа, а это нормально, а что есть норма, а что есть нет? Потому что, как бы, когда ты живешь в России, ты все равно живешь в каком-то коконе. Как бы я всю свою, как бы, осознанную жизнь проработал в моде, да, понятное дело, все, как бы, это в России скрытно, но это и есть как-то, но оно не на поверхности. И я, как бы, себе, видимо, создал как кокон, типа, что этого не существует, знаете, как в России, в принципе, это и есть. И я, такой, начал думать, думать, и я начал ходить на свидание, на огромное количество свиданий, на гигантское, потому что мне было безумно одиноко, и я думаю, господи, спаси, это не мое, это не мое, но я чувствовал, как бы... Да, с парнями начал ходить в Америке, но это было все тотальные провалы вообще. Я с каждым свиданием думаю, ё-пара-с-пай. Получается, ты в России, вот, была вот девушка, да, что ты не до конца понимал, что происходит, потом ты приезжаешь в Америку, в какой момент ты начинаешь ходить на свидание с парнями? То есть, в какой момент такой, а попробуй парня? Ну, типа, вот этот момент, интересно. Попробуй парня, это был такой момент, то есть, мы расстались с моей девушкой, я еще был в России, у нас было очень много неспекологов, то есть, ну, неважно, в принципе, за чего мы расстались, ну, понятно, в принципе, и за чего мы расстались, но там больше было такое, мне не хватало какой-то глубины в наших отношениях очень сильно. Я переехал сюда, и первые два, наверное, три месяца мне было безумно одиноко, вот просто, но одиноко, у меня не было ни друзей, никого, я просто тоже углубился в работу я начал думать то есть я проводил очень много времени с тобой что не так то есть и как-то видимо это сработало таким же что такое я как бы был более открытым думаю скачаю тиндер пойду к я на свидание и начал ходить на свидание реально чуть ли не каждый день ходил и кажется да не на меня убивала потому что серёжа просто вопрос почему ты понял что как ты понял себе вот ты живешь вот погулял ты с девушкой да ну у каждого парня была история когда не получился девушкой и что-то не то да но не все же появляется идея что а попробуй с парнем и вот этот момент когда ты скачиваешь тиндер и идешь с парнем то есть я думал возможно что там не знаю ты где-то там тусил какой-то был парень мы с ним скинтовались и потом чувствуешь что прямо что-то здесь было на самом деле не так тут был вот опять-таки момент когда я переехал здесь это все стало как-то на поверхности то есть ну когда ты видишь каждый день ты идешь и не знаю гуляешь где-нибудь по берли хиллс неважно где и ты видишь типа однополые пары да ты начинаешь думать и блин а так было можно и я начну очень много думать на эту тему тоже раньше у меня не было вообще вопросов на эту тему то есть вы живя в россии я не задавался а может быть и гей а может быть что-то не так и себя просто как бы жил свою жизнь до пытался построить однажды отношения но не получилось все но перехват в америку из вот этого тотального одиночества и виде как бы живые примеры да что так бывает что это нормально что это как бы не какая-то там закрытая история я начал об этом думать от коки а почему ну как бы не посмотрите почему не сходить на свидание тебя ничему не обязывает да крапсу на призывание начал понимать что физически меня как бы привлекает намного больше да то есть как бы получается тумблер такой переключился что был вариант только девушки а теперь что можно как хочешь это больше больше было как будто я стал понимать что так бывает да что типа что возможно это моя история чтобы что как бы это норма ну какая-то норма да потому что опять таки в россии тебе общество в принципе не позволяет думать что это норма и искренне говоря я никогда не задумывался что типа я могу быть там геем или еще что не знаю возможно из того что в россии внушают по самое смешное абсурдная ситуация здесь моя бабушка не посмотрит это интервью когда я переезжал в америку на сказал владик пожалуйста только не слились там с какие-нибудь геями конечно бабу да и вот здравствуйте вот и как бы тут такая история на самом деле очень интересно потому что момент вот этого понимания себя он пришел не так давно в принципе и я очень честный очень честный к своим родственникам друзьям то есть я сразу начал строить диалог и мое признание там типа маме моим близким то есть это было очень болезненно для меня и то есть это такая целая история которую мы до сих пор по сути проживаем слушай но когда ты это понял про себя тебя не стало страшно например ты жил 22 года вообще в другой среде мне не стало страшно мне стало отвратительно потому что когда я стал ходить на свидание когда ты понял про себя тебя стало не от себя я куки я такой типа ну типа это не выбор типа это не так что фряха муха мне нравится гей там ла 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 я люблю парней нет вообще такого не было у меня это просто окей я принимаю свою физику то есть это не мой выбор то есть типа если бы у меня оси будем говорить сейчас откровенно дайте мне был физический выбор вот я не знаю как в игре выбираю там строить отношения с женщиной или с мужчиной я бы выбрал женщину говорю об этом откровенно то что нормально любой человек хочет полноценную здоровую семью без каких-то вот этих типа непоняток я бы выбрал но моя физика она такая и тип тут вопрос либо ты и принимаешь как бы и просто живешь в принятии максимальным себя кто то есть и уже то же самое ты рождаешь ты рождаешься не над голубыми лекарными глазами то есть ну типа у тебя нет выбора можно пойти сделать операцию пирать но это все на бушник и то же самое что многие дела по физической операции да может быть визуально ты выглядишь лучше для себя и для кого-то но по факту это не ты ты отказываешься себя настоящего это же самое с ориентацией то есть ты не можешь ее типа выбрать то есть типа она дана тебе по каким-то причинам здесь очень много можно рассуждать на тему типа по кармической истории или воспитания или психо психологическое или просто это ну так природа типа черепахи и кошки тоже бывают отвратительно по причине того что я очень человек такой у меня ценности такие максимально нетипичные для гей-сообщества я очень хочу детей я очень хочу семью то есть для меня это важно я думаю все такие сейчас я пойду на свидание как встретить все семью поток что характерно для грязь 1 да типа вообще типа у лгб сообщества мы сегодня встретили завтра забыли переспали забыли для меня это вообще недопустимо вообще кто-то и меня очень отношение к сексуальным связям она очень специфичная то есть я считаю что это очень важно может погреть на тему потому что это очень интересно неважно типа ты спишь мужчин женщин любой твой сексуальный опыт он отставляет впечаток на всю твою жизнь особенно для женщин об этом не задумываешься можно и тему спорить нет но лично для меня и моя философия жизни информацию которая изучала особенности мы будем углубляться в духовность да вот например у тебя будет ребенок давайте родишься через три-четыре года это не представляешь что все твои сексуальные партнеры которые не верят я об этом читала смотрела я тебе скажу больше даже бывает такая история что какой-то опыт особенно как правило это первые опыты очень часто они могут заблокировать вообще все существо жизнь у тебя был какой-то негативный это я верю что я просто стресс можешь поймать если он не доверяет мужчинам не бояться чего даже логическом реально в физическом на физическом уровне тоже и по поводу опечатка на детей принципе будущее у меня очень много 3 потому что ну не знаю как бы это не многие об этом знают отчасти меня то есть у меня есть немножко такие аксессуационные способности чай эта история немножко с этим столкнулась да и ко мне попадают иногда то есть я не отношусь к этому как работе но у меня есть там определенное количество клиенток и людей которые мне доверяют которые как бы могут ко мне там прийти позвонить я как бы им рассказываю какие-то вещи и есть люди ты не представляешь что например у девушки у нее просто не складывается ну вот не складывается только бы она не пыталась ничего не складывается а если копать и ты понимаешь потому что ее первый сексуальный партнер просто заблокировали все потоки вот все и просто не знаю можем это оставить это может быть звучит абсурдно но он реально подсосался к ее вагине реально физически и он из нее пьет эту кровь из-за этого она не может построить нормальные отношения это нужно все разрывать духовно ты как там относишься это что-то об этом слышал читал или я как бы нормально у меня как бы уровень понимания понимают скажу так это очень серьезные вещи на самом деле то есть некоторые думают о что со мной не так почему не строятся отношения а реальный пример что не в конкретном случае очень много таких ситуаций у меня конкретный клиент который мы реально берем и отсоединяем вот эту связь потому что партнер подсасывается и он у него все классно он строит отношения у него развивается работа деньги все а у девушка гаснет вообще энергия женской вагины это просто жесть какая мощь на самом деле очень многие мужики не такие тупые у меня просто иногда ходит от пол будем давать потому что ну реально то что пример мужчина женщины строит отношения женщина это вот этот вот я не знаю как это портал который по сути может сделать его вас только успешным как бизнесмен как мужчина как отец так далее если мужчины ценили женщин которые находятся строили вот этот connection и рост вместе это бы просто мир бы был вообще на другом уровне и мне иногда реально я смотрю на ну как бы классические пары не хочется просто мужиком просто пощам надавать насколько люди тупые вот реально мужики в основном мужчины реально тупые типа не приходит кому-то струбит такой успешный я такой молодец не таки огромные я это деньги заработал без твоей женщины условности подсосались к энергии женщины поделились она его поблагодарила и он думает что это и вовсе заслуга а он напитался этой энергией и пошел на ней дальше свои горы пара так есть и очень грустно что к сожалению большинство мужчин они это не осознают и также как очень грустно что многие девушки и женщины не осознают что отдавают энергию до кому-то выбирают из это типа вот там они видят мой будущий мусс или просто мой парень да они не понимают свою силу потому что девушки максимально осознавали свою силу своей вагины твоей не важно чего своего тела своего разума всего они бы себя любили намного больше и они не подпускали вот это портретных мужиков рядом с собой потому что как бы у меня бедный несчастный я просто хочу ты меня любил ни хера то есть основать чтобы ну давайте так для меня женщина всегда выше мужчин всегда несмотря на то что я гей вся эта история супер феминист я буду защищать женщин потому что я считаю что в женщина вся сила то есть без матери без женщин вообще этого мира бы не существовало и как бы я к этому отношусь очень так ну блин ты идеальный герой для анонсов мужики тупые женщина вся сила я вижу как я это нарезала что я считаю что это все равно обоюдная работа в том плане что чтобы была женщина энергия мужчина должен делать какие-то определенные действия и просто большинство мужчин в плане вот то что ну как я это воспринимаю то что ты решишь мужики тупые что мужчины не понимают того что женщина им дает поэтому они не могут стратегически думать наперед то есть вкладываться в женщину определенным образом чтобы у нее было больше энергии когда она отдает его мужчине мужчина растет просто вот типа вот с женщиной во-первых не всех женщин энергии хватает еще поделиться даже поэтому ты делаешь определенные действия этой серии вот будем пополам жить вот моя любимая тема знаешь если женщина много работает у нее энергии женской не будет она будет сидеть вот уставшая на диване и она тебе ничего не даст и ты у тебя тоже соответственно ничего не будет поэтому вот эта тема серия когда там ты помогаешь каким-то каким-то вариант ну даже финансово помогая женщине чтобы она кайфовала дело то что ей нравится не упахивалась на работе это как раз открывает поток энергии которые она дает тебе и тогда я прихожу домой кайфую дома чистенько тепло уютно я понимал вау круто да я для нее сейчас город свернул и как бы идет еще вещь проблема коммуникации потому что очень много пар где там ты допустим вот ты в отношениях ты думаешь что ты много даешь и недополучаешь да а твой парень скорее всего думает что он тебе много дает и недополучает редко было такое что и ну да я беру и понимаю что не даю вот обычно все равно это какой-то самоман потому что мы не всегда понимаем и не можем четко оценить то что человек делает для меня потому что ты держишь какие-то какие-то вещи которые я даже могу не видеть да и воспринимаем это как должное здесь очень важно понимать что у всех вообще понимание процента отдавать и получать очень разное то же самое что есть такая книга опять языков любви да у всех восприятие любви и то что мы отдаем оно разное то есть например для тебя отдаешь когда не затеет на физически помогают дарят тебе подарки еще какие-то такие вещи да а при другом человек очень важно его хвалили и так далее да и вот это дисбаланс типа взаимоотношениях и самое значит что абсурдное что ты никогда никогда не можешь любить человека который будет говорить на том же языке потому что это правило этого мира что вообще на самом деле наши вот как будет вообще каждый человек рождательным для чего нормальные люди которые там хотя бы есть какое-то понимание все что такое мир да у всех вопрос для чего я здесь не типа для чего я пришел сюда вот что но по факту у всех одна и та же итоговая цель это научиться выставить взаимоотношения взаимоотношения партнерские взаимоотношения дружеские рабочие это самое сложное вообще-то вроде бы самое легкое что такого все мы друзья все классно но быстро реально глубинные максимально глубокие искренние взаимоотношения человек это самый вообще нереальный скилл который нужно каждому человеку как бы по итогу иметь в этой жизни это очень сложно это очень сложно если каждый думаешь эти позиции в однополых отношений все еще сложнее реально еще сложнее такой геморрой мама не горю давай вернемся окей хорошо ты понял что все-таки тебя привлекают больше мужчины в этом себе в признался при когда-то что сами здесь достаточно просто об этом говорить но ты не говорил это на большой аудиторию на свою аудиторию которая была в инстаграме ты мне сказал что до того как ты в себе во первых это открыл признался это подсасывал тебя энергетически там других твоих сферах жизни когда ты признался тебя наоборот больше все не то что хлынуло но больше стало раскрываться других я скажу так не прям совсем так когда ты много чем-то думаешь это заберет тебе большой поток энергии то есть типа я начал думать как я искал я стал ходить на огромное горе свидания я начал разочаровываться вот мы на этом остановились что нереально стало противно противно от вообще лгбт-сообщества насколько у них ум очень мышление не то что узкое мышление то есть они выбирают странный путь для меня ну типа в моем восприятии мира потому что опять таки для меня это самый крутой этап строить вот эти глубинные взаимоотношения где-то держится друг за друга где вы растете вместе где вы добиваетесь чего-то вместе вас общая цель а как бы общность как бы лгбт-сообщества переспали забыли типа легкость вечеринки пошли 5 10 очень такое в моем восприятие грязное нестабильное мышление на жизнь и с каждым свиданием то есть я видел каждую там иду симпатичный парень чуть талантливый все но нет в них вот как сказать ну вот я не вижу вот ну то есть я понимаю то есть типа ну окей придет какая-то интимность да то есть переспали завтра мы уже не узнаем наши друг друга имена нет не проходил то есть я прям свидание все я ухожу я ухожу не было найти партнера вообще то есть я доходила говорю там до одно свидание ни с кем до второго не доходил то что я сразу я понимаю все это не моя история то есть я понимаю что человек одно переспали забыли переспали забыли к еще плюс плюс лос-анджелесе все думают только себе у всех вот реально типа люди вообще интересно понять откуда ты только это жизненный бэкграунд реально вот эту глубинную связь выстраивать и копаться в тебе понимать кто ты что ты откуда зачем почему чем ты занимаешься и меня это очень уничтожать начало то есть мне стало я сам себе рост ну почему почему так сама жизнь поступила да почему для чего мне все это нужно но потом происходит момент когда я это отпустил не все ники отношения не буду работать креативить смотки делать фотографирует мне все классно чем не нужно ничего это и потом и случайно можно я встречаю своего вот сейчас жениха который жених чем у нас очень смешная такая красивая история встречи я удалил все я его встретил мы жили в одном бюлдинге в глиндейли причем случайно переехать не забыла экстра переехать я остановился у подруги у меня собака лабрадор я пошел выгуливать на крышу очень рано утром хотя я рано утром никогда не хожу обычно и на меня бежит другая собака на меня прыгает бежит типа парень какой типа там прости 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 вот и в этот момент курсе я влюбился секундку это мой будущем то есть я прям это увидел и у нас тут смешно что собаки одного возраста обе девочки и так интересно что я находясь на крыше я не понимал что это все перейдя в нью-йорк два дня я переживаю а он только приехал из нью-йорка лос-анджелес такой зеркальность такая интересная получилось и начали общаться вообще не понимал где он не гей просто почувствовал что вот это мой человек же какой-то такой вот максимальное раствор душ и в этот день вернулся по металлу все сайте знакомств все это мой человек все мы будем вместе и как-то все оно стало развиваться не просто вообще потому что каждый свои процессы кому-то страшно наступать отношения бросить этот завтра в загс и все идем него другая скажу вообще максимально год мне просто мучил мы реально мучил я хочу быть миссии хочу я хочу я не хочу вот это вот как бы все тебе все тебе это все дать люблю не могу да ты решил во-первых рассказать об этом родителям ты понял про себя здесь находясь и когда почему ты решил во-первых на свою аудиторию ты понял ты протестил окей все но теперь вот этот самый главный момент сказать даже если убирать там я гей или там я вот толстый ну разом я принял себя в каком-то вопросе да неважно в каком тут второй момент самый главный который люди бы которые люди боятся страх осуждения страх это оценки мне вообще на стране момент мне вообще вот осуждение никогда не боялся я сам в детстве в школе был мне вся обсирали мячь и ненавидели не на пусте мне вот на спусты был готов мне вообще нет человека все равно который бы не жил с оглядкой я у тебя клянусь я могу тебя вот я так рос мне вот знаешь я не знаю не знаю почему это что мне очень это мама бабушка бабушки дали очень много любви я все супер уверенный чувак ну типа мне вообще пофиг кто чего бы мне в коем с ними меня просто все хитили всегда я вот помню я в школе был я рисовал очень много маяк и картины рисовал их там нет я иду на урок выхожу там все это и сплеваю весь ненавидение сюда я был очень другой всегда я был творчество всегда такой был мир со люди многие знают что я гей когда я еще не знал понимаете помните да помните был спрашиваю такой да не всегда ты гей еще столу такой гей знаете это не буду 12 лет на другом и пишет просто был креативный пункт о чем вы говорите то есть вообще не понимал иметь реально мне мне важно чтобы мне думают близко это важно ну тогда хорошо вот ну а тебе думать как признаться об этом марта признаться близким объясню перед мамой я за вместе близкая подруга и зовут галюс она моя учительница в школе 60 лет я протестил на них потому что она реально на стране такая моя мама я говорю ну вот такая история вот это чувство я сказал для меня вообще я любил тебя как всегда любил ты для меня очень все дело потом сделал очень тяжелый шаг то что у меня мне путь на папу мне мы с папа почти не общаемся тоже вот таком есть сестра у меня есть мама у меня есть маминой бабушки для меня это самые важные такие женщины моей жизни люди это опять таким почему для меня женщина очень важно простить люди меня растили и я сделал такой ход конем чем еще не знал то есть я признался когда я просто понял что да я когда я начал ходить на свидание, но я это принял, и мне важно быть честным с мамой, для меня с мамой очень сильная связь, у меня мама супер, и я говорю, мам, можешь пойти к моей прабабушке, собрать всех наших дам, мне важно кое-что сказать, я хочу, я написал такой месседж, всю свою душу излил, типа, если вы не примете, я все пойму, бла-бла-бла-бла-бла, очень большое сообщение, просто и потом у меня просто такая передоотправка, у меня была просто такая вот дрожь, потому что, ну, как бы, у меня не было страха, что, у меня было так, если эти люди меня любят, они, для них ничего не изменится, потому что это не делает меня плохим человеком, это не меняет меня никак. Это очень крутая мысль, вообще принятие себя, с которой я вот живу, да, то есть, что бы я ни делал, то есть, я всегда иду в то, что я хочу делать, а не то, что от меня ждут, если это мой человек, то он меня примет в любом случае, откажу я ему, не знаю, скажу, что угодно, ну, то есть, сразу сношу фильтр, если он ушел, ну, значит, душа была просто на образах, да, то есть, пока я делал то, что он хочет, то, что он ждет, окей, так будет, только я сказал нет, или, там, какой-то, типа, если я гей, и срю, человек отвернулся, ну, окей, все, зачем тебе такой человек, как я могу назвать его другом, если он просто ушел в первую же ситуацию? Вернемся к тому, что вообще, даже если мы говорим не только про, я вообще, честно, я не очень хочу акцентировать тему про, я знаю, что, типа, а-ля наша основная тема, но для меня, то есть, я никогда себя, типа, не ставлю вот этот рамку, я, посмотрите, ЛГБТ, я человек, типа, окей, это моя какая-то псих, так же, как-то, перри, как мой глаз, будто ты просто компактный. Твои волосы, да, то есть, типа, ну, типа, и, типа, для меня немножко немножко даже странно, типа, об этом говорить, типа, но! При этом при всем скажу такую важную вещь, не важно, что мы делаем, для наших родителей и близких любые наши решения действий – это болезненно, любые, не важно, вот, ты, например, говоришь, я переезжаю в Америку, это пипец болезненно для твоих родителей, для твоих друзей и близких или ты говоришь я не знаю я хочу сделать пирси любые решения не схожи с ими с их ними с их ними они болезни конечно такая вещь как там признание что ты туда горе даст ее простыми рук ну типа живут в россии ничего не изменилось хотя по факту ничего не изменилось вы стали лишь ближе не типа тебя от всего близкий человек понимает еще как бы лучше и получается когда я сделала признание у метку где-то было три недели сложная к ее просто маме звонил я не могу говорить я просто не знал как мы будем говорить после не позвонил бабушка помню на следующий день я взял трубку от к ты мой самый любимый внук я тебя обожаю тебя люблю все супер вообще все класс конечно там у них до сих пор есть эти моменты ой я так хотел чтобы тебя была девушка бабла бабла мама может сюда приезжала она знала что все я вот с моим молодым человеком все как бы она знала но для меня было очень опять таки важно сделать это официальное заявление чтобы быть настолько честным самим с тобой да потому что инстаграм это большая инстаграм для меня это большая часть моей жизни то есть типа я люблю быть настоящим в своей аудитории с людьми которые меня в принципе окружают я не люблю руках если мне кто-то не нравится я говорю ты мне не нравишься я очень его открытый ну типа мне вообще пофиг мне не нужно играть ни с кем я не такой человеку даже не дам была такая смешная история у меня подружка близкая встречается молодым человеком и мы так пошли вместе на ужин и пришел его бизнес-партнер я как человек который открывать свои какие-то проекты по сути должен быть всегда такой классный давайте там инвестируйте за что-то грунт и мне не нравишься ну говно ты делаешь ну чувак ну ты делаешь говно то есть мне не нужно делать из себя кого-то чтобы я кому-то нравился люди которым я нравлюсь они будут моей жизни они типа меня встретят и найдут и неважно я гей я не гей я не знаю у меня есть рука у меня нет руки меня любят люди за то что кто и есть с этим пониманием ты пошел в инстаграм и в с этим пониманием я пошел в инстаграм потому что это реально очень сложно жить вот в этом коконе когда тебе звонит мама например что-то почту даже не замызем в отпуск куда-то или там это три вместе с моим женихом да я поздно ты пусть аккуратно так чтобы ничего не подумал то есть вот у мамы была вот такая вот история чтобы соседей в россии вообще чтобы соседи не дай бог ничего тебе потом не сказали развития ну осознание вот этой ситуации у меня всегда это без без сила а если только человек мне говорят не делай всегда буду делать наоборот ну типа у меня нет никакого человека в моей жизни как бы я не любил как бы не уважал кто бы мне говорил что мне нужно делать поэтому моя жизнь я делаю что я хочу но при этом я не хотел ранее то мою бабушку там мою маму я не хотел чтобы как-то там влиял на их жизнь они живут близки в маленьком городе ну типа для чем зачем это нужно вычистить вот это вот наглядку на других людей потому что нам же но особенно в наших странах это с молоком матери все приходит слушай и это настолько потом остается тебя на подкорке а что подумать а вот если я так вот так вот скажу а вдруг это человек от меня отвернется а вдруг еще вот это как бы чего не вышло постоянно и это не ну понимать это можно но все равно ты же чувствуешь на практике тяжело да конечно для меня просто я всегда начинаю думать что блин слушай мы по факту не знаем сколько у нас одна жизнь мы переродимся не знаешь это одна жизнь зачем себя ограничивать какими-либо вообще рамками и пытаться быть кем-то для кого-то когда ты просто должен должен слышать себя и делать то что ты хочешь но самая сложность в этом в чем реально слышать себя потому что я есть так кстати классная практика мы можем вами поделиться для вашей аудитории это клёвая штука берем лист бумаги и три маркера любых цветов и выписываем чтобы вы хотели в своей жизни например я хочу там такую-то машину я хочу здоровые отношения я хочу я не желаю что-то не поняли вообще все выписать все там хочу столько зарабатывать я хочу не знаю там кто-то может быть любовника я не знаю кто-то хочет не все что угодно я хочу такие то чистые все быть честным тоже не надо ли признать себе в чем я хочу самые дорогие чесны люди боятся там признаться что это как-то стыдно типа мечтать о чем-то типа физическом материальном да но выпишите все я не знаю я хочу путешествовать я хочу туда-сюда все это выписали после берем три маркера выделяем маркерами все что навязано общество то есть мы смотрим инстаграм мы не знаю смотрим тиви на улице на обществе у тебя должна быть семья в тебе например 35 лет я должен быть ребенок у тебя должно быть тот образовая 5 10 вот сейчас я поняла что на меня сейчас это давит что мне там 30 лет исполнилось а у меня нет семьи еще ребенка но папа ну как бы я реально в этом рефлексируем близкая подруга родила вот буквально два дня назад это и но я говорю вчера ехала с подругой совсем мы начали говорить про детей и я в моменте в дороге я понимаю что я вообще к этому не готова я не представляю как сейчас у меня был еще маленький ребенок ну да понятно с прекрасным человеком рядом супер все равно я не представляю как это вообще это нормально принять момент что у тебя ну что ты вообще можешь прожить жизнь без детей это и есть принятие себя но типа ты есть принятие настоящего себя чего ты хочешь кем ты хочешь но я не хочу чтобы у меня никогда их не было но я вот сейчас понимаю что я недостаточно взрослая для этого смотри я как считаю что вот эта фраза девушки я не готова к детям эта фраза ровно до того момента пока она не встретила того мужчину с кем она чувствует себя в безопасность и она такая окей я готова но готова в плане вот что вот чувствую безопасность но нужно еще тут быть готова но это моя позиция что допустим для меня дети это такая ответственность которую ну который я не могу просто пойти о ребенок пойду сделаю да то есть я понимаю что я должен ну я себя над собой работаю потому что чтобы я не говорил ребенку он будет смотреть просто на мой пример как я себя веду да на мои действия вот а чтобы у меня действия были такие правильно чтобы мой ребенок как минимум, хотя бы меньших терапий был, да? Мне нужно, соответственно, что-то делать. Но он будет в любом случае. Он будет в любом случае, как бы ты, что бы ты ни делал, но хотелось бы, чтобы для него нормально. Для меня прям страшно. Пока вот страшно. Ну, понимаешь, и это весь кайф того, что научиться принимать себя на данный момент. Понимаешь, мы же меняемся. Например, опять-таки, два года назад я был другим человеком. Потому что два года назад, например, для меня была норма, сейчас это не норма, да? И так далее. Если сейчас для тебя, например, ты не готова, ты понимаешь, и тебе классно. Мне хочется в целом это иметь, естественно. Но не нужно это зацикливаться и заставлять себя это делать. Ну да, нет, но в данном моменте не просто меня. Выделяем все, что нам навязывает общество. Следующий шаг. Это мы выделяем все, что нам навязывает семья. Тебе говорят, у тебя должно было быть образование. Или опять-таки, ты должна была родить. У тебя должен уже быть муж. У тебя должно быть пятое-десятое. Выделяем все. И все, что остается после всего этого, это будет очень маленький процент вещей. Это останется буквально 5-6 вещей, которые мы реально хотим в своей жизни. И вот на них нужно концентрироваться, их принимать и над ними работать. А вот эта вся шелуха, которая навязана нам миром, она просто идет все нахер. Вообще полностью. Потому что это реально все вообще нам не нужно. Сразу возникает вопрос. Вот сидит человек, допустим, я понимаю, что я знаю, как это сделать. Сидит человек, допустим, я 7 лет назад. Я выписал список. Как мне понять, что это навязано обществом, а что это действительно я хочу. Анализировать. Вот реально, например, ты пишешь, я хочу, не знаю, зарабатывать месяц там. 100 тысяч долларов, к примеру, да? И ты такой, окей, я хочу. Все хотят деньги, да? А потом ты думаешь, а зачем мне эти 100 тысяч долларов? А сколько возьмет это у меня ресурса? А мне приносит работа, на которой я работаю, на которой я сейчас зарабатываю эти деньги? Мне приносит удовольствие эта работа? Где я работаю? Как я это делаю? Я готов что-то поменять. Типа, или я готов там жертвовать какими-то вещами и своих вот этих других хочу, чтобы эти деньги зарабатывать и так далее. И ты думаешь, так это все херня. Это мне инстаграм навязал путешествия, часы, тачки. А мне это не нужно. Мне достаточно какие-нибудь, не знаю, 5 тысяч долларов в месяц иметь красавицу-жену, кошку-собаку и кайфовать. Или вообще работать в каком-нибудь, не знаю, в Барнауле, под Барнаулом, в школе, не знаю, коров доить. И быть счастливым человеком, не нужно никуда стремиться. Тоже это норма для кого-то. То есть, типа, вот это сейчас время, вот это осознанность, инстаграм, деньги, вот это все, оно настолько, типа, срывает крышу всем, что рилсы, просмотры, все это, оно уничтожает людей. То есть, типа, и вот от этого взять какой-то вот такой максимальный, типа, слоу-даун от этого всего, и такой, а что я реально-то хочу, как я хочу выглядеть. Смотрим в инстаграм, там, Кардаш Яна, модели, всех идеальные фигуры, идеальные кошки. Я тоже хочу. А по факту, оно тебе нужно? Это, типа, ну, жертвы чем-то ради этого, оно тебе нужно? Хотя счастье-то, но в маленьких-то вещах. Вот для меня сейчас было бы счастье, типа, поехать с семьей в Таиланд и просто прокайфовать, но из-за того, что я себя загнал тоже в свои какие-то процессы сейчас, рабочие, разборки, я тоже теряю, то есть, типа, я, несмотря на свой огромный высокий уровень осознанности, даже мне иногда сложно, типа, ну, я начинаю теряться, типа, а когда ты в отношениях, это еще усугубляет, потому что начинает, типа... Ты должен прислушиваться, что партнер хочет. Да, ты начинаешь думать, типа, а я это хочу потому, что я это хочу или потому, что это партнер хочет? А я это хочу делать, например, или, например, вот только зарабатывать потому, что мне так надо или потому, что партнер мне так хочет? Или я хочу выглядеть вот так или как я сейчас выгляжу? Потому что я реально так хочу или потому, что партнер хочет? И это так сложно во всем этом быть, но в этом весь смысл, на самом деле. Слушай, кстати, пока ты рассказывал, у меня до этого пришла мысль, что про тебя, Сереж, потому что ты очень сильно поменялся за последние, да, скажем, полгода, ну, возьмем этот отрезок, потому что там для этого тебе, как о блогере, о человеке, который может кому-то чему-то учить, не особо знали люди, я не знаю, насчет твоих друзей, знали, не знали, и ты делился, что у тебя все равно перестраивается круг общения и так далее. Скажи об этом, как ты это при, ну, как бы, когда ты начал себя проявлять в том, что ты хочешь вещать на большую аудиторию, на какую-то аудиторию, быть блогером, в этом изучать, как люди на это реагировали, и как внутри у тебя это, моя часть, как бы у тебя было так же, как Влада, мне насрать на ваше мнение, на все, я вот самодостаточный, вообще все равно, или нет? У меня, я не скажу, что у меня было вот всегда так легко, к сожалению, возможно, да, но это та тема, на которую я сейчас до сих пор борюсь, что там, что люди подумают, вот, потому что, вы заметили, что многие люди думают, да мне пофиг на мнение других, но ты смотришь на их действия, на их поступки и понимаешь, что нет, просто красиво говорит, но сам не понимаешь, что это не так. У меня как было, да, я полетел на Бали, у меня очень много изменилось, я понял, что нужно проявляться, нужно заявлять о себе, нужно не стесняться, я начал это делать очень, ну, скажем так, хейта было немного, но я понимаю, что очень много моих друзей меня обсуждают за спиной, то есть... Тех людей, которыми ты считал друзьями, или в целом... Да, ну, то есть, вот, мое окружение, да, у меня со всех сторон прилетает ко мне то, что меня обсуждают эти люди, но в глаза, конечно же, я лучший друг, вот, и я как бы начал смотреть на это, с другой стороны, что, блин, да круто, я даже начал думать, что, ну, во-первых, если тебя не обсуждают, значит, ты, ну, как-то живешь эту жизнь не так, то есть, ну, да, зачем, поэтому я начал показывать максимально все и делиться такими мыслями, за которыми меня будут хейтить прям, и у меня как бы даже сейчас, по сути, фокус внимания на то, что я могу сделать, ну, не специально, да, как бы исполнять, чтобы меня хейтили, да, но если я понимаю, что я вот хочу вот это делать, и я сразу отлавливаю то, что я это не делаю, потому что там люди что-то подумают, я такой, круто, надо делать, надо сказать об этом, надо заявить и все, вот, да, у меня очень много поменялось за полгода, я начал там заявлять о том, что я там с людьми работаю, что я работаю наставником, провожу фокус-группу, все остальное, запускаю свои продукты, очень много людей хейтит, там, то, что я трек выпустил на днях, то есть люди, не, на самом деле, вот, в плане общего такого момента, один только комментарий был негативный, ну, такой негативный, что в этой серии можно лучше, то есть даже можно, сложно его назвать хейтом, но был, вот, в целом все говорят, что круто, да, но за спиной, конечно же, слухи ходят, что типа, блядь, да куда он идет, какое пение, вот, но я принимаю себя, что да, я понимаю, что там, я вокалом никогда не занимался, что можно лучше, и я работаю над тем, чтобы было лучше, но я делаю, да, потому что до этого я там боялся, что, ну, куда, какое пение, какая песня, если я не умею петь, и все люди вокруг говорят, что, ну, куда ты лезешь, да, я как бы такой, ну, ребят, я хотя бы у меня есть трек свой, а у вас его нет, и как бы я, как бы, в это иду, в свой страх, то есть я в этом плане прямо мазохист, то есть если страшно, там рост, я иду в страх, и я расту за счет этого, поэтому сейчас я делаю очень много действий, где мне страшно, и где мне непонятно, и за счет этого я очень сильно расту, и, как бы, я каждый год меняюсь, и вот, как ты говоришь, что два года назад я был другим человеком, Я проходил один тренинг на Бали, ПДР, и там была такая история, когда мы рисовали график жизни. И я смотрел, и у меня вот просто каждый год вот так. То есть у меня прям, у меня не было даже никогда ровно. Вот последние 7 лет вот очень-очень уверенно, и это только сейчас я понимаю, что теперь оно будет вот так примерно идти. Вот, и все. А у многих людей было вот так. И вот это для меня страшно. То есть я хочу, чтобы каждый год, я могу сказать, что в прошлом году я был другим человеком. Для меня это развитие. А вот если ты узнаешь о том окружении, которое ты считал близким и так далее, что они что-то говорили, ты прекращаешь общение, показываешь, что, ребят, мне это неприемлемо. Или ты просто походишь мимо равнодушно, даже не показываешь им виду, что, во-первых, ты знаешь. Или ты для себя просто такой вычеркнул, условно так, все. Во-первых, до меня не доходят слухи в ключе, что вот этот человек конкретно сказал вот это. Но я понимаю, где это обсуждается. И всегда есть такая история, что игра всегда на двоих. То есть нет такого, что мой партнер плохой, а я хороший. То есть если ты в этих отношениях, значит, вы оба, у вас есть вопросы. Вы магнитиком притянулись. То есть чтобы тебя обсуждали, должно быть минимум два человека. Поэтому я понимаю, какая компания меня обсуждает. И я просто с этими людьми не общаюсь. Если мы видимся, мы можем поговорить. Я понимаю, что это неосознанно. Это специально они сидят такие, так, Серега конченый. Давай его обсираем. Нет, такого нет. Это просто как бы люди не понимают очень часто, что я делаю. Потом, когда я добьюсь в этом какого-то крутого результата, люди придут же первые ко мне учиться. Это как бы всегда так работает. Поэтому это как родители. Они не понимают, что такое, почему ты так делаешь. Потому что в их картине мира этого не существует. Потом ты сделал, все нормально. А, окей, приняли. И нормально. Поэтому я не отказываю. Но я как бы очень свой круг общения сузил. Я прям не общаюсь много с кем. У меня есть там три друга близких очень. Все. То есть я больше ни с кем не общаюсь. Я могу в компании увидеть, все нормально. Но просто я понял, что у нас общие интересы немножко сдвинулись. И просто точек соприкосновения нет. То есть можно ни о чем говорить, но зачем. Но даже не про общий интерес, это про ценность. Ну, если это твой друг, то ты его не будешь сидеть и с кем-то обсуждать. Ты либо ему скажешь, знаешь, там типа ты керню какую-то делаешь, я считаю. И то, если он тебя спросит. Можно я скажу, потому что мы говорим про принятие себя. А мне было интересно немножко затронуть тему о принятии других. Это тоже очень важный такой момент. То есть мы люди очень часто живем с какими-либо ожиданиями. Кто что должен делать. Ну, то есть, например, он делает там сейчас свой блог, там кайфует, все, что ему классно. И вот эти ожидания, кто что должен сказать или как отреагировать на то, что делаешь. А почему мы не можем научаться принимать. Ну, человек, например, там обсирает его, да. То есть просто это принимать, да. Окей, ты обсираешь мне, это твой выбор, да. Это не значит, то есть не делать ни того человека плохим, ни его плохим или хорошим. То есть это, то есть факт, то есть человек делает то, что он хочет. А иногда, что не хочет на самом деле. То есть это, опять-таки, возвращаясь к принятию себя. Но принимать, опять-таки, своего партнера, все, что происходит в мире, просто жить без каких-либо ожиданий, кто что должен сказать или как отреагировать. Без ожиданий жить очень тяжело, да. Но самое классное, это очень круто. Даже мы перед тем, как начали, говорили, типа, блин, вот почему люди иногда пишут мне в директ, там, вот классное видео, все такое. Они могут написать, это опять-таки твое ожидание. А подумай, почему. То есть если они так делают, значит, может быть, делаешь что-то ты не так. Не говорю об этом, например. Ну, что она в сторис записала. Всегда причина в тебе. То есть это самое простое сказать, что вот аудитория не такая, или там отношения не такие, а девушка не та. Да, в смысле, девушка не та, ну ты же с ней, значит, это твоя проблема. То есть когда ты принимаешь ответственность на себя, то есть это моя жизнь, я беру за это ответственность, я могу это исправить. Когда ты не такой, ну как, ну что, я не могу ничего сделать, придется терпеть, знаешь. А когда я такой, почему я общаюсь с человеком, с которым мне неприятно общаться, вот тут надо задуматься. А вот этот момент, очень крутая тема, принятие других идет, как я считаю, принятие других идет через принятие себя. Когда ты принимаешь себя, разрешаешь себе делать все, что ты хочешь, тогда ты принимаешь других, потому что ты себе разрешаешь делать, что ты хочешь, тогда и ты от других тоже это воспринимаешь. То есть, если ты будешь делать, что тебе нравится, и это, возможно, будет задевать меня, ну, это окей, ты же делаешь, что тебе нравится, кайфуй. Я могу максимум свои личные границы отстроить и дать тебе знать, что со мной так не надо. Может, вы вдвоем общаетесь, вам нормально, а меня это задевает. Я тебе скажу про это, и все, а вам комфортно. Моя задача, вот эти границы мои отстроить, и все. А так делай, как хочешь, вообще с кайфом. Я всегда зато, мне очень нравятся люди, которые, вот, к примеру, когда я начал снимать видео, песню записал, да, иногда люди комментируют не конкретно мой продукт, а то, что я вообще делаю что-то, да. То есть, говорят, ты красавчик, что ты делаешь? Мне может не нравиться твоя музыка, это нормально. То есть, я не пытаюсь всем понравиться, да. Я делаю, то есть, я понимаю, я записал песню, мне она нравится, я кайфую, я сам ее переслушиваю, думаю, боже, да это и шедевр. И если мне, там, ты скажешь, что тебе это не нравится, меня вообще это не заденет, какая разница? То есть, нам же всем не нравится вся музыка, да. Ну, конечно. Мне нравится Джонни, тебе нравится Егор Крит, ну и что? Как бы мы же можем дальше общаться, понимаешь? It's ok, вот, и все. То есть, как бы, когда ты свою ценность не сравниваешь там со своими какими-то продуктами, ну, типа, я знаю, что я крутой, я знаю, что я делаю, все. Это не должно нравиться другим людям, как бы так. Кстати, вот на тему принятия себя и так далее, я сейчас прохожу какую-то супер внутреннюю трансформацию, потому что я всегда там была человеком, который знает, что он хочет, это делает, и вот, ну, как бы, я не боялась, что подумать, я могла спокойно, ну, вот, не знаю, вот я знала, что кучка людей, вот у меня были несколько читателей, кучка людей, меня обсуждают, но при этом делала, и мне так было легко отказаться от общения с ними, потому что у меня была, условно, другая кучка, которая меня принимает, и я, ну, кучка, ну, кучка людей. Сейчас вспомнила о уроке, уроке в музыкальной школе, просто могучая кучка. Но суть в том, что мне было очень легко это сделать, и я там делала то, что мне нравится, я знала точно, что я хочу и кайфовала в этом. А в Америке, ну, вот здесь, в Лос-Анджелесе, я как будто это порастеряла, и сейчас я, ну, сейчас думаю, а мне вот точно вот это нравится, что я делаю, а что я вообще делаю, а кто я, а что я, хотя я, когда я сюда приехала, я была с уверенностью в том, ну, что мне надо. А тут прям меня ломают, и вот последние вот месяца два меня прям, ну, я очень сейчас много работаю над собой и со специалистами, и в целом стараюсь понимать, я сильно отпочковалась от людей, я прям думаю, насколько мне нужно с вами увидеться, там, ну, я хорошо могу относиться, но насколько мое время сейчас туда уйдет, или я что-то поделаю свое, или побуду вообще самой. И для меня это так не характерно, и мне от этого и страшно, и у меня столько страхов появилось как-то проявлять себя, хотя их не было, ну, то есть у тебя наоборот, да, там, 7 лет назад ты был другим, сейчас ты понял, да, там, вот сюда, на этот уровень вышел. Ты несколько раз про это вспоминала, и я такой думаю, ну, для меня это вообще непонятно, типа, серия у меня было все круто, и потом я просто вот, ну, серия вот в другую сторону спустила. Да, и я сейчас это, ну, как бы, я вижу наоборот, что условно я стала, грубо говоря, тобой, ты там стал теми качествами, которыми я стала обладать, и мне это вот сейчас меня прямо ломает физически, я каждый день отслеживаю свой эмоций, что я хочу, а нравится, не нравится, что я вообще делаю. Для меня это очень страшно, потому что, ну, когда ты знаешь, как может быть нормально, и сейчас с тобой не так, очень страшно, ну, типа, что ты не придешь опять вот в это нормально. Это про уверенность в себе, мне очень нравится фраза, мне как-то девушка сказала такую фразу очень крутую, что я в моменте переживал, что я там зарабатываю меньше, чем там в какой-то этап в жизни, да, и она говорит, так, вообще не важно про то, сколько ты зарабатываешь сейчас, есть такое понятие, как накопленный потенциал, да, и я начал отделять этот момент, что моя уверенность строится на том, ну, на моем мышлении, то есть я понимаю, как я мыслю, куда я иду, и то, что я, допустим, могу в какой-то месяц образно заработать, там, 5000, а не 20, да, мне вообще это никак на меня не повлияет, потому что я понимаю, что сейчас у меня период накопления потенциала, а потом будет реализация этого потенциала, и если сейчас я могу, я вот, там, у меня был период, когда я 3 месяца просто сказал, я ничего не зарабатываю, все, я накапливаю потенциал, и я столько учился, что потом я просто через 3 месяца взял и заработал за 1 месяц больше, чем за 4 предыдущих, ну, мог бы вот по чуть-чуть, да, поэтому я просто накопил и реализовал, опять накопил и реализовал, мне очень понравился такая вот, такой подход к жизни, что я теперь ставлю цель себе, не про, у меня всегда была тема выйти на, там, допустим, вот у меня себе там поставил цель, хочу 40 тысяч долларов в месяц зарабатывать, да, такой, а потом думаю, вот эту стабильность еще, потом я понял, что стабильности в этом мире нет просто, и я начал понимать, что, окей, я буду ставить цели на конкретную сумму, зачем, то есть не просто 40, зачем, да не знаю, просто 40, прикольно, 100, хочу 100, зачем, то, блядь, прикольно, буду говорить, что 100к зарабатываю, знаешь, вот, и потом понимаешь, что, вот, допустим, там, я хочу 50 тысяч набрать подписчиков, да, я думаю, так, если закупить рекламу, мне надо 40 тысяч долларов, и так, грубая математика моя, я ее посчитал, если просто все закупать, такой, так, все, мне надо 40к, я понимаю, зачем мне эта сумма, я такой, так, как я могу ее сделать, так, декомпозировал, понял, так, вот продукт, столько трафика, то-то-то, все, понял, хоп, сделал, все, легко, и как бы мне так намного проще стало, что я теперь не ищу вот эту стабильность, потому что у меня ее в жизни никогда не было, и я очень много разборов своих делал, и я понимаю, что, говорит, стабильность тебе даже не нужна, даже если она в этом мире существует, это не для тебя, тебе не нужна стабильность, типа, ты, ну, и серия, знаешь, как предпринимателя, нет слова стабильность, типа, ты вот... Стабильность будешь, когда умрешь. Да, ужасно. Ты просто пытаешься, что, опять же, пять минут вас пытаешься, что... Да, мне просто интересно очень все это слушать, потому что вообще очень важно, что многие люди, и я в том числе иногда, мы загоняемся в какие-то определенные рамки, да, то есть, грубо говоря, что вот-вот, нам нужно зарабатывать, для чего нам нужно зарабатывать, по факту, да, например, вот мне нужна вот просто аудитория, для чего, то есть, по сути, это все вот эти наши там хочу-хочу, а понять, для чего это хочу, это очень сложно, и вернемся к тому, что кто-то, там, начал говорить, там, про музыку, да, что-то, трек выпустил, я его только анализирую, просто мне так интересно, сейчас я просто, я очень люблю наблюдать, это все такая большая тенденция, вообще, знаете, особенно про блоги, которые говорят про заработок, про развитие, то есть, такая тенденция, типа, дошел, что-то, делаем трек, все, супер, мне просто так всегда интересно, типа, поистину, если ты начнешь копать себе, не просто такой, да, вот я вот отвечу, а если ты начнешь реально копать, а ты это сделал реально, потому что это хочешь, или потому что это определенная тенденция, да, типа, и тебе кажется, что это правильно, я помогаю тебе в каком-то якобы твоем развитии, и по факту то, что ты сейчас делаешь, да, транслируешь в своем блоге, ты делаешь, да, или я, по факту это то, что ты хочешь делать, или это просто какая-то тенденция, в которой тебе комфортно? Я каждый день сейчас задаю себе этот вопрос, ну вот, условно, последние два месяца про себя, я каждый день задаю себе вопрос, хотя раньше у меня вообще даже вопрос такой, я точно знала, я хочу, у меня была на это энергия, и как-то деньги приходили, а сейчас я такая, хочу ли я? Сейчас это такое в целом время, когда все вот эти социал-медиа, инстаграмы, в особенности, да, они нас загоняют в очень сильные рамки, рамки того, что нужно делать, сейчас такое время, тебе нужно развивать свой потенциал прямо сейчас, зарабатывать, быть просто, ездить на последних моделях машин, не знаю, в самых дорогих отелях, то есть загонять людей в такой кокон, где люди реально могут, ну, тебе просто суицидиться, потому что они, типа, не соответствуют каким-то нормам жизни, да, но мне кажется, это не совсем правильно, мне кажется, правильно, когда ты реально делаешь это просто от чистого сердца, реально понимаешь, что тебе это реально приносит делаешь, например, что касается меня, да, лично, я никогда не делаешь ни за подписчиками, ни за какой-то, да, приятно, просмотры приятно, спору нет, но я делаю свою работу, например, что касается фотографий, потому что в основном, как в моей днице, это фотография, да, ну, то есть одеждой как бы сейчас занимаюсь, я это делаю, потому что это реально помогает выглядеть, пофотографировавшись у меня, это не просто пофоткался классные фотки в твой аккаунт, реально, типа, если вы поговорите с моими клиентами, у людей реально меняется восприятие себя, вот это за что я люблю свою работу, я это делаю искренне, потому что... Ты им показываешь, какими они могут быть? Да, даже не то, что какими они являются, на самом деле. Я когда уезжал из России, переезжал, у меня был тур по последним городам, таким моим основным. У меня люди реально, знаете, как будто я как Ленин умер, знаете, они подарки, если не плакали. У меня была одна клиентка, она из моего родного города, а Лиза из-за утрен. Она такая обычная женщина. Она говорит, вот ты сейчас уезжаешь, для меня это равносильно, что я теряю Бога, потому что благодаря тебе я поняла, что я женщина, что я могу быть красивой, сексуальной. И она, перед моим переразом, она пошла на конкурс красоты городской. Была там в тройке победителя. Она говорит, я что, подумал, что я пойду на конкурс красоты? Никогда. И вот это для меня важно, потому что я максимально осознанно понимаю, что то, что я делаю, я это делаю реально типа, а чисто и серно, очень важно понимать, типа, ты делаешь что-то реально, потому что ты хочешь, или потому что тебе сейчас реально навязывает вселенная. Когда? Потому что эти блоги, инстаграмы. Я просто реально стал додумываться. Я всегда тоже бежал за какой-то картинкой, там, что мне должны знать, 5-е, 10-е. А сейчас я в таком состоянии, что вообще никуда не хочу бежать, на самом деле. Я всю жизнь бегу куда-то. Я делаю очень много проектов, кучу всего. Сейчас я реально не хочу вообще никуда не бежать. Я просто хочу остановиться максимально. Хотя в том графике жизни, который я уже выстроил, это почти невозможно, потому что очень много людей зависит от того, что я делаю. То есть я не просто такой, типа, не фоткаю, не фоткаю. У меня есть уже огромная команда, которые получают зарплату, люди, которые ждут, и так далее, и так далее, и так далее. Но, в чем мой point, когда я сказал про этих клиентов, я уже в России не был 3 года, очень большой процент моих клиентов, они после этого ни у кого не снимались до сих пор, ждут, пока я вернусь. Это показатель, типа, ну, что я делаю. Как будто миссию несешь. Да. Для меня это реально миссия, то есть, типа, делать и показать людям, сейчас, ну, девушкам, да, раскрыть их максимально потенциалы, чтобы они реально жили свою настоящую какую-то жизнь. Потому что сейчас реально такое время, даже я смотрю, не знаю, Саша Белякова, кто у нас там еще там? Ну, Саша, наверное, одна из таких популярных, которые несет эту миссию, типа, деньги, заработок, медитации, вся эта вот история, да? Я Сашу очень люблю, очень уважаю, мне очень нравится она, но в тот же момент я думаю, типа, а в чем счастье, а в чем правда? Ну, типа, а в чем правда? Если мы зададимся, а она счастлива, вот, например, конкретно Саша, или конкретно, не знаю, кто угодно, не думаю о слове совсем. Потому что счастье выглядит немножко иначе, на самом деле. Ну, как бы, тут можно просто выйти в достигаторство. Все про доказать. А доказываем к чему? Потому что мы хотим любить. А почему хотим любить? Потому что это самое главное, что в жизни, на самом деле. Я тоже по этому похожу. И сколько бы ты ни пахал, и самое интересное, чем больше работаешь, чем больше ты ставишь цели, тем больше ты несчастье. Если мы посмотрим, например, у меня уже немного небольших бизнесменов, для которых там миллиарды долларов, не проблема с сделкой. У меня есть люди, я некоторым клиентам делаю таро, мне звонят, говорят, я хочу уложить, например, 400 миллиардов долларов в бизнес. Делать или не делать? Я говорю, да-да. Нет-нет, что карта, как? У меня есть такие клиенты. И это самые несчастные люди. Самые несчастные. Вот честно. Если честно, я иногда даже задумываюсь, что чем люди вот где-то живут в деревнях, в общем, пофиг на все. Это самые счастливые люди. Вот честное слово. И найти баланс между вот этим, это самое сложное. Поистине быть счастливым в том, что ты делаешь, там, где ты находишься. Потому что, знаете, я вот жил там в России. У меня в России все-все было супер. У меня были свои магазины. Я реально разъезжал по России, по Европе зарабатывал дофига. Все было супер. Мне нужно в Америку. Хочу больше, больше, больше. Теперь я всегда что-то думаю, а счастлив или по-настоящему, что я здесь? Или я, может, в Европе хочу пожить? По факту. То есть мы придумали себе в голове какой-то сценарий придуманный. Благодаря, опять-таки, обществу, семье, телевидении, инстаграму. А по факту, ты возьми зеркало и поговори с твоими словами. А ты что реально хочешь? Вот, Влад, что ты хочешь? В данный момент, где ты хочешь быть? С кем ты хочешь быть? Или вот ты сидишь, а что хочу? Что мне надо вообще от этой жизни? И вот я вот на этом хочу обратиться к ребятам, которые нас смотрят. Если вам это близко, подумайте и ответьте для себя на вопрос. Первый, делаете ли вы то, что вы хотите? И счастливы ли вы? Если вы захотите, поделитесь, пожалуйста, об этом в комментариях, потому что это очень много может дать другим людям, которые нас смотрят, прочитать о вас. Потому что нам кажется, что с нами что-то происходит, а с другими людьми нет. И когда мы делимся этим, то мы можем помогать друг другу. Было бы классно, если бы вы это сделали. Еще скажу такой момент. Если у вас сейчас у кого-то такой период жизни, когда реально ничего не хочется, просто хочется полежать под одеялом. Можно ругать себя. Все части Гарри Поттера. Просто это сделайте, потому что иногда реально нужно взять вот это время. Людям, которые не живут в Америке, немножко проще, будем честны. Они сейчас нас не поймут вообще. Вообще не поймут. Потому что в Америке каждый час, каждый день равно деньги. То есть это правда. Америка это вообще про деньги. В России ты можешь выпасть на месяц, позволить себе уехать куда-то в деревню с коробками, подумать обо всем. Здесь как бы очень с этим сложно. Потому что здесь как бы ты выпадаешь. Это тебе билет. Ну там белый есть просто. Просто даже вот момент, что там ты за жилье не платишь. Потому что у нас как бы там принято, что ты в своем жилье живешь, там с родителями, там квартира, дом как-то. А здесь ты понимаешь, что ты заболел на месяц, все, у тебя там какая-то транзакция, сразу там не за машина, потому что ты был и живешь, к примеру, да, там жилье и все такое, и ты не можешь по-ссаме этому позволить. Почему мы в Америке, те, кто живут в Америке, по статистике, то самое большое количество психически здоровых людей. Ну реально. Потому что страна, она тебе засовывает вот это вот как бы в колесо хомячка, и тебе нужно бежать все время. Да, мы об этом разговаривали в выпуске про деньги, да. Ты бежишь, зарабатываешь, ты бежишь, 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 и у тебя нет реально возможности. Даже если ты миллиарды зарабатываешь, на самом деле кажется, вот если ты, многие говорят, это мои любимые люди говорят, деньги — это свобода. Деньги — это не свобода. Деньги — это тюрьма. Потому что когда ты забегаешь вот в это колесо зарабатывать больше и больше и больше, это как наркотическая зависимость. И тебе становится еще тяжелее. На самом деле, опять-таки возвращаясь к тому, что самые счастливые, у кого нету, чем больше денег, больше проблем. Факт. Это правда так. Но суть в том, что те, кто живут в Америке, очень сложно найти время для себя и реально услышать себя. Что ты хочешь, кем ты хочешь быть, где ты хочешь быть. Блин, к этому, я когда приехала сюда, я плевалась. Я категорично очень приехала, а здесь чуть поменяла, что есть не только белое и черное, а есть еще и цветное, условно, серое. Я в одну компанию ухожу, в вторую, и все бесконечно ищут себя. Мне это так бесило, думаю, что вы... Ну, я подумала, что я же знаю, кто я, что я, о чем я. Как вот что-то вредно. Хватит употреблять наркотики, вы знаете, кто вы есть. И все. Прошло три года, я такая... Я просто вчера буквально... А то ли я хочу... А кто я? А что я? А я же не хочу этим заниматься. А если вот я была вот этим, да, я была в журналистике. Сейчас в России журналистики по факту нет. Ну, там, фэшн-журналистика есть какая. Мне на ней интересно, где она есть, а действительно ли она есть. Все все равно, так или иначе, ангажированы кем-то. А я хочу этим заниматься. А чего я хочу делать? Я вот стала вот этим человеком, которого я осуждала три года назад. И я такая, ё-моё, как ты вообще... Ну, по сути, ты осуждала человека, который пытается понять, ну, я... Я этого не понимала искренне, понимаешь? А сейчас я такая, а-а-а, вон вы о чем. И здесь концентрация таких людей гораздо больше. Это про осознанность. А что такое осознанность? Задавать себе вопрос. Но в России, опять-таки, здесь хотя бы не задают, а что я хочу? А я вот это не хочу, а вот это не хочу. А что я хочу? Я не понимаю. Ну, как это копается с ними? А в России ты выучился, пошел в банк работать, в России внутренней. Знаете, как я вам скажу, например, я считаю вообще, знаете, до первого в Америку я считал, что Россия это самый ужасный страна, хочу в Америку, сейчас я вообще считаю наоборот. Вообще считаю, что, ну, как бы наши страны СНГ, Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, самое офигенное место для роста. Но есть такая проблема, как система. Если бы не была эта система, которая вгоняет тебя в эту программу делать что-то для кого-то, если бы этого не было, люди бы в России были самые осознанные, потому что там есть вот это вот поле спокойствия. Здесь, почему там каждый начинает ловить наркотики, потому что начинается вот копаться в себе чересчур, а кто я, что я. Люди здесь теряются, потому что та же самая история, что происходит с миром в целом сейчас. Люди приезжают, тут куча возможностей, ты можешь, я не знаю, быть танцором, ты можешь быть певцом, ты можешь быть блогером, ты можешь работать моделью, ты можешь пойти в экскурс, все что угодно. Слишком много выбора. То же самое, ты идешь в магазин, в какой-то маленький магазин, тебе, не знаю, давай, ты должен купить джинсы, там всего пять пар джинсов. Ты заходишь, берешь эти и уходишь. Если заходишь в огромный магазин, где 200 вариантов джинсов, там проведешь полдня, чтобы выбрать какие. То есть, когда даешь слишком много выбора чересчур человеку, начинается вот эта игра, и мы начинаем путаться, а что есть я, а что есть не я. Понять, кто ты есть, очень легко. Просто нужно реально от всего, от инстаграма, от друзей, от всего, и реально понять, это очень легко. Но мы всегда все усложняем. В целом, сейчас, опять-таки, это инстаграм, куча блогеров, куча всего, куча новых профессий, новых там, смм, это пятое-десятое, люди теряют вообще смысл, в чем, кто есть кто. Ну, представьте, я считаю, это вообще несправедливый человек, я не знаю, учился 10 лет на доктора, и он зарабатывает копейки, и какой-нибудь блогер, типа развел себе, завел себе аккаунт, вложил деньги в рекламу, и зарабатывает намного больше. Для меня это несправедливо, ну, типа, это несопоставимо для меня, то есть, типа, ну, серьезно. Но при этом, я не устаниваю, что этот блогер ничего не делает, это же тоже, ну, нет, я не говорю, что ничего не делает, но ставить их в одну, типа, важность профессии, важность того, что человек делает, тоже, типа, странно. И просто, возвращаясь к тебе, на тему музыки, все, все, что-то создают, разного вида контента, видео, фото, музыку, ну, понять тоже, что есть хорошо, делать, что хотят, кто хочет поет, кто хочет танцует, все, что будет, но когда ты уже, ну, давай скажем, у тебя есть своя аудитория, я считаю, что если у тебя больше тысячи подписчиков, тебя можно задавать микроблогерам, да, то есть у тебя есть уже ответственность перед людьми, которым ты что-то транслируешь, любые, как бы, ценности, да, любой продукт, и ты за него ответственный. И очень важно здесь тоже, понимаете, люди очень ведомые, многие реально не понимают, вот ты будешь показывать, я не знаю, вот эту картину каждый день человеку, и говорить, вот эта вот картина, это искусство, да говно какое-то, не искусство, один день, два дня, да говно какое-то, неделю, месяц, да, наверное, искусство, также про музыку, про все остальное, то есть мне кажется, очень важно нести огромную ответственность в том, что ты делаешь, к сожалению, особенно в современном мире, особенно русскоговорящие, американские, уж тем более блогеры, делают очень много говнопродуктов, ни в коем случае не про свою песню, я не слушаю, не говорю, я просто в целом, обобщаюсь, что этого много, мало реально хорошего и глубокого, чего-то настоящего, из этого люди еще больше путаются, что хорошо, что плохо, что грязно, что чисто, и это очень сложно находить в этом баланс, еще больше ты себя заволакиваешь вот этим каким-то покрывалом, и после этого находить себя еще тяжелее. А что бы вот, я хочу, чтобы мы завершили, сейчас мы очень много сказали, а на разных темах, ну действительно, мне понравилось, мне на самом деле понравилось, потому что у меня есть о чем подумать, и это мне близко, что бы вы сказали людям, которые сейчас чувствуют, что что-то происходит не так, не понимают, что это, ну опять-таки не понимают, кто они и про что они, и чем они хотят заниматься, этим ли, если бы они к вам пришли, что бы вы сказали, с чего им начать может быть. Дорог, я хотел добавить, просто закончить мысль, две мысли, по песне и по деньгам. По поводу песни, у меня это была идея лет 7, в таком плане, что я хочу, плюс я был в группе, мы давали концерт, мне нравилось там, на студии время проводить, то есть, да, это навязано, в любом случае, что это везде, вот, но эта идея была давно, и я пробовал один раз, потом второй раз, бросал на полпути, думал, что не получится, что люди подумают, то есть, я боялся. И тут я поставил себе цель, что я делаю, независимо от того, что люди подумают, как они это оценят. Поэтому, даже если бы ты послушал, сказал, что херня, я бы такой, ну, окей, типа, херня. Просто у нас разные вкусы. Я про то, что музыка, это же опять же творчество, это искусство, да, то есть, мне эта картина может нравиться, тебе она может не нравиться, но, это, скажем так, нельзя дать оценку искусству какому-то, нельзя оценить творчество, я про это говорю, я полностью сможет скажу, у тебя могут быть любые мечты, например, у тебя была мечта сделать музыку, одно дело, когда ты делаешь за себя, потому что это вы если не хочешь, но смотри, ты же делаешь это с целью, это сделал, вложил в свои социальные сети, ты ждешь любого фидбэка, то есть, ты хочешь, чтобы вот эта твоя идея, это вот, чтобы тебе принесло какую-то обратную связь, подумай почему, это очень важно. Я для себя понял, что я очень хочу признание, то есть, как бы, факт, вот, и он не навязан, просто, как бы, я хочу, мне получается, мне нравится, вот, я делаю, я понимаю, что мне нравится то, что я делал, мне нравится результат, мне нравится процесс записи, то есть, мне все нравится, и когда я себе эти вопросы задавал, я понимаю, что круто. Отвечая частично на тот вопрос, что вот людям делать, как я понимаю, то есть, как я пойму, навязанно, не навязанно, как мне нравится, не нравится, если я не попробую, то есть, пока я не попробовал записать трек, я не понимаю, нравится мне это, не нравится, пока я там не попробовал в футбол поиграть, Я не понимаю, мое это не мое, пока я не начал кастомить одежду, я не понимаю, насколько вообще у меня это все получается, бизнес. Рыбаков как-то сказал такую фразу, что ты сели до 30-35 лет, просто тыкаешься, просто пробуешь все подряд и смотришь, где у тебя получается, где тебе нравится. Я по такому принципу живу. По поводу денег, я отчасти согласен, потому что деньги мне лично дают возможность как раз остановиться и подумать, что мне важно. То есть, когда у меня деньги появились, я как раз остановился, и у меня было очень много времени подумать, пойти в духовность, покопаться в себе. В этот день не зарабатывать духовно, да. Да, потому что деньги мне дали возможность остановиться как раз. Потому что когда у меня не было денег, я не мог себе позволить сесть и думать, осознать, задавать себе вопросы. У меня не было такого момента. Вот я сейчас не могу себе позволить. Когда у меня были деньги, я могу просто полететь, не знаю, в Канаду, на Бали, в Австралию и просто посидеть в лесу и подумать. Потому что у меня есть деньги, я настроил бизнес, автоматизировал его, у меня капают деньги и все. Это мой выбор – автоматизировать его или просто пойти в него и самому это делать. Но для меня деньги – это суперсвобода, сто процентов. Потому что я могу уже понимать, окей, там, у меня есть выбор, то есть я могу жить, как я хочу, окей, пойду ли я там дальше, чтобы там больше зарабатывать. То есть я уже в этом моменте осознаю, я задаю себе вопрос и понимаю, надо ли мне больше вообще, да. Но в целом, как бы, лучше я буду грустить там, где я вот сейчас, да, там, в хорошем машине, в хорошем жилье и все такое. То есть как бы, как бы это ни было там, навязано-не навязано, мне лучше так, чем я буду сидеть где-то в какой-то непонятной квартире где-то там в кривом роге у себя, и страдать и говорить, вот, деньги – плохо. Так в этом смысл, почему ты страдаешь, в этом и смысл, что делает ли эти дорогие машины все равно тебя счастливым, понимаешь? Ты можешь сидеть в дорогой машине и там не плакать, или плакать в дорогой машине, но делать ли это тебе счастливым – вот это важно. В тот момент, просто про то, что деньги дают мне возможность попробовать больше вещей, благодаря которым я могу быть более счастливым. То есть, когда я бедный, я не могу попробовать. Я не согласен. В этом и смысл. Мне кажется, когда... Ты бедный. Все слова-то это бедный. Бедный это очень... Человек, который имеет деньги, он может быть самым бедным человеком. Ну, я именно про финансы имею в виду. Для меня это очень такая история. Как сказать, очень... Я, в общем, максимально не согласен на самом деле с этой позицией, потому что я считаю, что... Мы для этого собрались, чтобы были разные позиции. Да, нет, типа... Люди для себя выбрали... Я, типа, в принятии позиции, я принимаю, у меня вообще полное принятие. Супер. Но если говорить в мой кейс, то мне кажется... Опять-таки, я уже говорил, что для меня деньги, свобода, это вообще сопоставление вещи. Потому что деньги это и есть не свобода. В моем случае. Зарабатывать деньги это круто и прикольно, если тебе нравится это делать. Ну, вот если выбирать между вашей позицией, между серьезной позицией и твоей позицией, для меня будет серьезная позиция, потому что сейчас, если бы у меня были средства, я бы не... У меня не болела бы голова, как заработать на белые, там, или что, на какие-то адвокаты, какие-то вещи. Я бы занималась просто творчеством, не без заглядки, на вот этот вот заработок. И потом в какой-то момент... Ну, только творчество. А можно, Мишка, скажу такую вещь? Не хочу, конечно, сказать, какие-то диагнозы, но, как я вижу, считаю, у тебя просто очень кредитное мышление. То есть это когда мы ставим себя в такой момент, когда вот, когда деньги будут, я заживу. Вот когда деньги появятся, вот мы свободы. Смотри, что мне мешает сейчас бросить все? Вот смотри, вот просто, пример. Вот сейчас вот мы закончим съемку, приехать, собрать вещи, не знаю, улететь на Гавайи, на Бали, куда угодно, пойти. Я могу легко объяснить, что мне мешает. Но у меня есть какие-то задолженности, опять-таки, я должна заплатить за адвоката, за учебу. А кому ты должна? Да себе же, чтобы... Вот в этом проблема, что никому ничего себе не должна. Ты сама себя ограничиваешь. Подожди, у меня есть договор. С кем? С адвокатом, с тем же, что я должна? Ну что, ну пообещала, ну все. Ну все, все, тебя убьют, жизнь закончится. Да нет, ну не закончится жизнь, но я потом буду же себя коричь, что я столько уже потратила силы. Это мне нужны эти документы, я хочу их получить. Я хочу чувствовать себя, опять-таки, свободнее, я не хочу закрывать себе эту страну. Если я сейчас улечу, для меня она будет закрыта. Так тебе можно не так, лечи на Гавайи, ты просто делаешь, не должны вылететь. Так, я хорошо, полечу на Гавайи, тогда для меня закрыт весь остальной мир, потому что у меня нет этих долбаных документов. Так сегодня живи в моменте, сегодня нет заставки. Слушай, это так интересно, ну не думать об этих вещах, живи в моменте. Но если я сегодня об них не подумаю, то завтра мне будет хуже, понимаешь? Так это ты себе улучшаешь, что тебе будет хуже. А может быть ты в этом найдешь, кажется, таки свое счастье, или тебе вообще классно? А ты себя ставишь в момент... Слушай, мне не классно, если я не могу вылететь отсюда и с 3 года не видеть своих близких, родителей и друзей. Мне не классно. Мне вот, я сейчас посмотрела, что я хочу получить travel-паспорт и улететь на Бали на 2 месяца, встретиться с своими близкими где-нибудь в Турции и потом полететь на Бали. Я посмотрела все эти прекрасные жильоны и мне так... Я прям думаю, господи, как я хочу тут, я понимаю, что другая атмосфера, мне надо там то-то-то-то-то-то. Но для этого, опять-таки, мне нужны средства, чтобы я там спокойно... Мне просто всегда очень интересно, если они говорили про Бали, вы типа, я полечу на Бали. Почему на Бали? Потому что сейчас в Бали это модно. Неправда, Бали модно давно. Слушай, Бали модно давно. Я путешествовала очень... В течение нескольких лет постоянно моталась в разные страны. Мне вообще... Ну, там не хотелось туда ехать. Сейчас я понимаю, что в данный момент мне как-то-то поехать. Бали были модные в раз... Не то, что последний год. Последние 10 лет они модные. Мальдивы... Меня смущает как раз только то, что Бали модный. То есть, если бы Бали было такой, как там лет 5 назад, я бы с удовольствием намного больше туда поехал. Для меня Бали это про людей. Про творческие. Да, мне нравится, что там люди открытые, проявленные, творческие. С каждым... Любым человеком я знакомлюсь, и мы можем что-то придумать. То же самое, на Мальдивы, условно, там девочки хотят тебе попасть на Мальдивы. Да мне насрают, там что там делать, там скучно. Ну, условно, мне сейчас не потребность. Ну, нет потребности сюда. Возможно, через 10 лет я буду сидеть, я думаю, все, вот если я не посещу на Мальдивы, жизнь моя закончится, я буду страдать. Может быть, у меня будет такая потребность в моей душе полететь туда, понимаешь, не потому что я там хочу. И опять-таки, в данном случае мне деньги развяжут руки. Делать. Это в этом и прикол, что ты себе говоришь, что вот когда они появятся, тогда вот, типа, я поеду, тогда будет классно. Так, я знаю, что это не... Когда появятся деньги... А у меня есть цели. Вот сейчас это закрыть, это у меня там выровнять, и все. Ну, не то, что я стану счастливее. Но сейчас это меня тянет, что вот эти вот... У меня есть обязательства, у меня там давит, 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 давит. И я знаю, что я расплачусь. Это все, я уже там, кому не должна, я там не нужна. Я человек ответственный. Вы оба правы. Он тебе про одно говорит немножко. Скажем так, когда появятся деньги, когда ты заплачешь на флаканс, у тебя будет другая тема, которая будет тебя давить, я уверен, на миллион процентов. Может быть. Просто ты пока сейчас это не понимаешь. И, скажем так, когда деньги появились, я тоже грустил. Вот прям как в анекдоте. Сидел в Мерседесе и платил на светоконье. У меня просто пример, что вы понимаете. У меня нет такого, что деньги будут мне счастье. Я в 30 лет сейчас поняла, что мне хочется любви и семьи гораздо больше, чем денег и реализации. Я достаточно отчетливо для себя это поняла и проговорила себе вслух, и даже своей маме проговорила. Но, сейчас я закончу. Но, условно, в 24-25 лет мне деньги и реализация была гораздо важнее вот этих двух вещей. Ну, знаешь, в чем секрет? Секрет. В том, что пока ты не проработаешь свое кредитное мышление, у тебя не появится в семье и стабильных отношений. Я поэтому работаю. Я сейчас поняла очень много. Мне надо работать и забить. Не, ну почему, слушай, я же работаю на того в смысле, что я хочу понимать себя больше. Я вот в этом плане углубляюсь, очень много пишу, анализирую, делаю какие-то для себя практики, которые мне открывают. Но при этом вот этот багаж, который ты сама себе создала. Открывать мне веру в себе же, ну как бы. Безусловно, но этот багаж, вот это опять-таки кредитное мышление, что тебе выплатить, вот этих долгов не будет, оно тебе не дает пойти в реальную себя. Люблю эти выпуски. Просто минутка вся. Для меня это просто... Просто я вообще немножко вообще другое в этом плане. Я когда в России жил, я говорю, вернусь, у меня же реально все было. Я зарабатывал очень много. Я первый, кто вообще этих формат фотоденей придумал в России. Я ездил с огромными турами. С Нового города там по 5 миллионов рублей спокойно вывозил. Все было супер. Но у меня был принцип, что я не люблю подушки безопасности вообще. То есть это мой такой принцип. Я когда переезжал в Америку, я все... Я выпустил все кредиты там своих родителей. Отдал там все деньги. Ни одной карточки с собой не взял. Я взял чисто на лишний тысячу долларов. Это легче в жизни, понимаешь? Мне так интереснее. Тебе так... Это твоя форма взаимодействия с миром и с собой. Ну, это и твоя форма там, и Влада, и твоя там форма взаимодействия. А есть кто-то, которые... Есть люди, которые получили деньги, вот, распирачивали их и завтра они не знают, на что они есть и заступать их лазируют. Им легко, они об этом не думают. А есть люди, которые так не могут... Ну, я себе не могу, мне надо, чтобы у меня чуть-чуть было, мне так спокойнее. Я проснусь утром и не буду... Я буду чувствовать себя намного лучше, чем если меня не будет. Ну, вот я по-другому устроена в этом плане. В этом прикол, что мы же себя сами формируем. Ну, почему я должна... Получается, ты говоришь, условно, там, Лена все сбросит, будь как я, вот так не парни. Нет, я вообще не говорю, нет, я потому что ты же... Смотри, ты же, я хочу на Бали, да? То есть у тебя есть определенное я хочу что-то. Но я не могу сейчас, потому что у меня есть определенное ограничение. Вообще не нужно быть как я, отлово совсем никому, не рекомендую. У меня хорошо, есть ограничения, просто даже в документах. Ну, это все ерунда. Тебе не мешает, понимаешь? Что тебе мешает, я не знаю, быть открытой к путешествию, открытой к познанию себя, я не знаю, взять... Как я и открытой и к познанию себя, и все такое. Ты сидишь, я обожаю, на самом деле, такие темы, потому что ты сама блокируешь, ты сама блокируешь, типа, свое счастье тем, что, типа, вот завтра вот что-то изменится, вот завтра все выплачет, завтра кто-то придет, завтра что-то появится, а может завтра не будет. Реально, может завтра не будет. Ну, реально, физически, может не будет. Но слушать, что, я должна сидеть и себя ругать, вот сейчас я рефиксирую и страдаю, вот буду, вот какая я нехорошая, да, я сейчас рефиксирую и страдаю. Как и не надо не рефиксировать, не страдать, надо кайфовать. Ты знаешь, ты одно решаешь, а человек в другое случается. Надо просто кайфовать, ты молодая, красивая бадбенка, просто кайфуй. Бадбенкой меня еще не называли. Что я слышу, да, ты говоришь, я хочу на Бали, но не могу, потому что нет грейк-арты, да. Нет, доку просто. Влад тебе говорит, да похуй, лети на Бали, и тут как бы, что я слышу, да, ты ходишь на Бали, но у тебя в приоритете все равно грейк-арта, потому что ты понимаешь, что если сейчас полетишь на Бали, то потом ты сюда даже не вернешься. Поэтому ты такая, ну давай, я сейчас получу, и потом буду следить. Да, да, мне для моего мозга, да. Знаешь, у тебя в Бали все-таки нет приоритета. Нет, конечно, нет. Вот, мы к этому и пришли. А весь ответ еще в чем? Пока так, грейк-арта будет очень долго идти до твоих рук. Да нет, я думаю, что... Нет, смотри, прикол, система, это просто факт. Как только ты в голове реально, физически примешь решение, да мне похер на эту грейк-арту, я лечу на Бали. Я не думала так, как вы сейчас это представляете. Я думаю о том, что мне хочется от этих вот долгов, которые у меня сейчас есть, избавиться от них, ну быстрее. Потом появятся другие долги. Не появятся, потому что это первый раз за все время моей 30-летней жизни. Ты подумай, почему они появились. Вот, я в этом разбираюсь. У меня были долги тоже тут. Я когда работал, у меня там тысяча тысячи пять было критиков, я вообще не понимал, как их выплатить, потому что я зарабатывал для трехсотеки-домашки. Вот, и потом я просто как бы значимо снизил долгов. То есть просто, ну есть долгий чок. Я сейчас об этом так не думаю. Я бы не снимала, сидела ролики, на которых я не зарабатываю, понимаете, целый день. Я бы на это не тратила, я херачила бы, понимаете. Ну, то есть в этом я тоже соблюдаю какой-то баланс. А не то, что крысь такая, ага, сейчас каждую минуту. Нет. Мне вот хотелось недавно поспать до 12, мне нет сил больше, все, я себя не ругаю, я лежу, жую банан. Нет, я, может быть, представляю вот так вот все очень одновокно. Я лежу, жую банан. Нет, смысл-то в этом и прикол, что нужно научаться вообще, ну не то, чтобы не париться, ну реально забивать. Да, да, я сейчас, иногда у меня что-то происходит такая, благодаря мне. Просто чем больше надо что-то держать, мне нужно, не знаю, грим-карта, мне нужно выплатить, тем дольше ты идешь к этому. Как больше, ну... Ну как в отношениях, да, чем больше значимость ты завышенная у партнера... В этом плане я точно согласна, потому что это проверено на практике 500 тысяч раз. У меня нет такого, что я вот так вот жду. Я просто так, примерный сценарий, ну какой-то план себе простроила, что я вот так вот так вот хотела, и я в эту сторону виду. Чтобы знать, куда тебе идти, ты должен видеть, ну как бы ты должен видеть конечную точку, куда тебе идти. Не то, что там все, это закончится в моей жизни. Но чтобы выбрать дорогу, ты же должен знать, куда ты идешь. Как у нас в выпуске переходят в разбор Лены? Просто любой, любая тема приходит к тому, что мы, блядь, Лена, блядь, соберись! Так может быть, это не вселенная подпала? Я вообще думаю, что Лена, знаешь, такая, типа, шоу давай это, на самом деле так, сейчас я вот эту тему затрону, мне актуально. Вот тут ты такая разбираешь. Сейчас денег нет, на психолога дорого тратится. Да, на психолога нет, что просто буду звать... Давайте это еще сделаем, чтобы люди скидывались. Да, ребят, честно. Иди на психолога. Блин, на самом деле... Нет, кстати, я вот, вот, спасибо большое. Если вы досмотрели этот выпуск до конца, я знаю, вы мощные, вы молодцы, это точно тяжело. Я все откладываю. Мне еще в Велос-Анджелесе повезло, что я там что-то не делаю. Собираем Ленина Бали. Нет, смотрите, я... Нет, еще раз, я оставлю, я создам прям эти ссылки на Patreon, на сервисе Boost. И давайте, если вам нравится мой канал, потому что с него я реально не зарабатываю, этот контент я делаю для того, чтобы вам его давать и себя удалить в корячь. Бананы... Последние туда. Ну, свою реализацию я имею в виду, поэтому было бы классно, если бы вы меня поддержали. Это было бы очень... Причто по-братски закините денег. Поддержите, Лену. Снимай каждый день, деньги тратите. Это не то, что по-братски закините, но это просто было бы... Мне было бы приятно. Это не все нормально, ну, типа... Ну да. У меня подруга полетела в Дубай и просто ей собирала, говорит, мне нужно на метамоклозы деньги срочно. И люди, подписчики оплатили меты. Да, в общем, ребят, мне было бы очень приятно, я бы видела, что вам контент этот нужен полезен, было бы больше сил и мотивации это делать. Говорит Влад, не бежай за деньгами, занимайся тем, что тебе хочется. Давайте закроем долгие лены. Пусть немножко... Было бы классно, если бы... Вот так меня поддержали, это было бы очень ценно для меня. Вот, классно. У меня есть повод создать этот ключ. Белоково на день рождения ты 100 тысяч собрала. Ну вот. Поэтому все возможно. Люди, вот честно, вот это тоже не понимаю. Лучше бы реально люди потратили эти же деньги на какую-то благородную историю. Белоково на последний человек, которому нужны чьи-то деньги на ее день рождения. Это мне вообще не понятно. Это тоже момент. А вдруг они туда вкладывают, и туда. Ладно, ребят, я надеюсь, что мы, конечно, эту тему можем говорить об этом и понять бесконечно. Я благодарю вас, что вы досмотрели до конца. Действительно, если вы меня поддержите, я буду, во-первых, очень удивлена и обрадована. Это будет просто вау, волшебство для меня. Потому что мне очень тяжело скоро по этому подарочке дали мне. Да, вот. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на Сережу, слушайте его новый трек. У него скоро появятся другие продукты, которые очень будут полезны. Подписывайтесь на Влада. Вас уже согласовало, что он достаточно честно со своей аудиторией разговаривает. И подписывайтесь на меня, на мой канал, на мой телеграм-канал. Я всех вас жду. Все. Пока-пока. Пока. 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 Пока.